МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Разыскиваемая за терроризм. Зачем россиянка из списков Интерпола летела в Киев? Турецкий референдум. Сегодня главная тема мировых СМИ. Местная оппозиция заявляет о массовых фальсификациях и требует отменить результаты голосования. А власти празднуют победу. Напомню, 51% граждан страны высказались за смену формы правления с парламентской на президентскую республику. Полномочия главы государства это делают практически неограниченными. Что сейчас происходит в Турции, расскажет Алексей Пшемызкий. Турция! Десятки тысяч человек с флагами, фейерверки и автомобильные сигналы, которые не утихали до самого утра. Турция празднует победу на референдуме. Мы голосовали за будущее Турции, за наше будущее, будущее наших детей и внуков. Турция станет одной из самых сильных стран на Ближнем Востоке и во всем мире. Для многих здесь голос «за» стал символом борьбы за свою страну. Последние месяцы президент Эрдоган не только в открытую критиковал Запад, обвиняя власти Евросоюза в подготовке переворота, но и вовсе называл некоторых европейских лидеров нацистами. Такая риторика более чем сработала. Это война между народом и невеждами. Мы твердо стоим за нашу нацию и выиграем любую войну против всего мира. До тех пор, пока с нами Эрдоган, мы непобедимы. Еще вчера, не дождавшись официальных результатов, президент Турции объявил о победе перед многотысячной толпой в Стамбуле. Выступая, он в очередной раз провозгласил лозунг, за который многие на Западе подвергали президента критике. Одна страна, одна нация, один флаг. Уже сегодня тысячи сторонников встречали его в Анкаре, с крыши автобусов в окружении автоматчиков. Он вновь обрушился с критикой в адрес Европы. Мы будем маршировать в сторону ноября 2019 года быстрее и сильнее. Но нам много еще предстоит. Это была борьба против каждого из нас. Западные крестоносцы и их подхалимы напали на нас. Но мы не сдались. Мы единая нация. Именно в 2019-м вступает в силу изменения в Конституцию. Отмена поста премьера, право президента назначать министров и высоких госчиновников, принимать решения без парламента, иммунитет от каких-либо расследований и возможность объявлять чрезвычайное положение. Изменения в основной закон делают власть президента практически неограниченной. А Эрдоган сможет теперь занимать президентское кресло как минимум до 2029 года. Однако заявления Эрдогана о единой нации далеки от реальности. 49% избирателей, чуть более 20 миллионов человек, сказали на референдуме нет. Для противников нынешнего президента Турции вчерашние цифры стали настоящей трагедией. У здания главной оппозиционной партии Турции в Инкаре вчера собрались несколько сотен человек, требуя отмены результатов. Полиции пришлось защищать их от сторонников Эрдогана, проезжавших мимо. Сказавшие нет прошли небольшой колонной в Стамбуле. Несмотря на то, что против, проголосовали чуть меньше половины избирателей. Массовых акций здесь не было. С прошлого июля многие попросту боятся открыто критиковать власть. Мнение людей разделилось 50 на 50. Посмотрите на результаты. Очевидно, что половина общества просто так не примет это. Наши голоса украли. Избирательная комиссия засчитала, как да, много пустых бланков без печати. И все молчат. Лидеры оппозиции должны уйти в отставку. О том, что выборы сфальсифицированы, заявили и в оппозиции. Условия были неравны. Законность этого референдума под большим вопросом. Они посчитали пустые бланки. Это незаконно. Эти фальсификации ставят под сомнение результаты референдума. И мы будем требовать пересчитать голоса. Однако еще вчера Эрдоган заявил, что не советуют кому бы то ни было ставить результаты под сомнение. И эти слова звучат абсолютно однозначно в стране, где после попытки госпереворота под арестом до сих пор более 40 тысяч человек. В том числе свыше 200 журналистов. Судьба многих из них может решиться уже в ближайшее время, если Эрдоган, как и обещал, вернет стране смертную казнь. Однако каковы могут быть последствия этого решения для народа, разделенного надвое? Большой вопрос. Как отразятся результаты вчерашнего референдума на будущем Турции, пока что остается лишь догадываться. Очевидно, что следующим решением Эрдогана теперь станет возврат стране смертной казни. Это может не только окончательно закрыть для Турции двери Евросоюза, но и серьезно рассорить турецкого президента с Западом, где уже заявили, что это решение может по сути означать конец турецкой оппозиции. Из Анкары Алексей Пшемызкий, Владимир Самченко. Подробности телеканал Интер. Результаты референдума всполошили европейских политиков. В Брюсселе даже заговорили о пересмотре отношений с Турцией, которая стремится в Евросоюз. Больше о европейской реакции на турецкий референдум расскажут наши корреспонденты. Голосовать на избирательные участки в европейских столицах пришли немного граждан Турции, но результаты волеизъявления все-таки удивили ЕС. 70-60% турк в Бельгии, Австрии, Нидерландах и Германии проголосовали за расширение полномочий президента. Такие результаты – ответ на критику европейских лидеров во время кампании, считают аналитики. Ведь некоторые страны запрещали агитационные выступления турецких чиновников. В то же время международные наблюдатели отмечают, референдум прошел с нарушением стандартов, в первую очередь со стороны турецкого президента. Избирателям не представили объективную информацию о ключевых аспектах реформ. Общественные организации не имели возможности участвовать. При этом только одна сторона широко агитировала в медиа. Давление на СМИ ограничило доступ избирателей к приоритетным источникам. Отреагировали и в Еврокомиссии. В своем заявлении тут призвали турецкие власти не спешить с изменениями, а учесть тот факт, что разница между голосами «за» и «против» невелика. В связи с незначительной разницей голосов на референдуме и далеко идущими последствиями конституционных изменений, мы призываем турецкие власти к поиску наиболее широкого национального консенсуса при их имплементации. Конституционные изменения, особенно их практическое внедрение, будут оцениваться в свете обязательств Турции как страны-кандидата на вступление в ЕС, а также члена Совета Европы. Вспомнили о намерении Турции вступить в ЕС и немецкие политики. По их мнению, самое время вообще снять вопросы с повестки дня. Более того, стоит пересмотреть и военное сотрудничество с Турцией, считают немецкой партией «зеленых». Несмотря на членство в НАТО, Турция ненадежный партнер. Учитывая, что армия больше не является независимой от Эрдогана, нам нельзя участвовать в экспорте оружия в Турцию, с помощью которого Анкара могла бы посеять беспокойство в соседних странах. Недоволен Запад и инициативой Эрдогана вернуть смертную кальз в стране. Об этом турецкий президент упомянул накануне. В Париже заявили, что такие изменения будут противоречить европейским ценностям. Европейские лидеры уже готовятся объявить о пересмотре отношений с Турцией. Этот вопрос рассмотрят на саммите в начале мая. Инна Томина, Елена Абрамович, Евгений Каминский. Подробности Брюссель, Европейское бюро телеканала Интер. А президент США, едва обжившись в Белом доме, уже готовится к походу на второй срок и усердно собирает деньги на следующую предвыборную кампанию. Кто не поскупился скинуться на Трампа и какова сумма политических пожертвований, узнавал Дмитрий Анопченко. Он в Вашингтоне. Казалось бы, в Америке только-только отшумели выборы и утихли страсти, а Дональд Трамп уже готовится ко второму сроку. Нью-Йорк Таймс выяснила, его штаб по-прежнему собирает деньги. Только теперь уже на кампанию 2020 года. Как выяснила газета, именно в день своей инаугурации Трамп подал заявку на участие в новой президентской гонке. Это и позволило ему уже сейчас собирать деньги. Более того, за два дня до присяги команда юристов президента оформила бумаги для регистрации новой торговой марки. Фраза, которая станет лозунгом новой кампании. Вместо знаменитого «Make America Great Again» – «Сделаем Америку снова великой», выбрали чуть более скромную «Сохраним Америку великой». А пока штаб Трампа потратил более миллиона долларов на изготовление и продажу кепок и маек со старым лозунгом, считая их самой эффективной рекламой. Ну, это позволяет мобилизовать сторонников. Данные о политических пожертвованиях в Америке открыты, и журналисты выяснили, что только с начала года команда Трампа собрала свыше 30 миллионов долларов. Причем скидывается вовсе не крупный бизнес. А те, кого здесь принято называть «people from the street» – люди с улицы. Простые американцы. Большинство чеков на небольшие суммы. И адреса, откуда их отправили – города в глубинке. Лишь несколько пожертвований с четырьмя нулями от состоятельных спонсоров. А значит, президент может позволить себе и во время первого срока от них особо не зависеть. Ведь у него на новые выборы и свои деньги есть. Кто будет ему противостоять – тоже уже понятно. Попытается бороться Берни Сандерс, один из ключевых участников прошлой президентской гонки, проигравший Хиллари номинацию в президенты от демократов. На днях он уже заявил, мол, не верит, что Трампа переизберут. Также очень активно обсуждается идея выдвинуть Джо Байдена. Бывший вице-президент по-прежнему довольно популярен. В Соединенных Штатах принято говорить, первый срок президент работает, чтобы обеспечить себе второй, и лишь второй срок работает на страну. В этом есть доля правды, но в случае с Дональдом Трампом все, как обычно, немножко по-другому. Ведь его не интересует мнение политических элит или крупных спонсоров. Ему нужно, чтобы поддержали простые американцы. А значит, уже сейчас, думая о новых выборах, в ближайшие четыре года он будет работать исключительно на рейтинг. Работать для того, чтобы те, кто поддержали его этой осенью, продолжали присылать в Вашингтон чеки. И отдали свои голоса в 2020-м. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Индер. В конфликте с Северной Кореей Соединенные Штаты обзавелись союзником. Как сообщил новый советник Трампа по вопросам нацбезопасности, Америка заручилась поддержкой Китая. Правда, в Пекине это заявление пока никак не прокомментировали. Что сейчас происходит на корейском полуострове и чем может обернуться игра мускулами Вашингтона и Пхеньяна, далее в сюжете. Неудачный запуск северокорейской ракеты, которого все ждали с нескрываемой опаской, произошел именно в то время, когда американский авианосец Карл Винсон вошел в воды Японского моря, вблизи корейского полуострова. Северная Корея не смогла запустить баллистическую ракету. И уже через несколько часов в южнокорейский Сеул прибыл вице-президент США Майк Пенс. Был период стратегического терпения, но эта эра подошла к концу. Президент Трамп четко дал понять, что терпение Соединенных Штатов и наших союзников в этом регионе закончилось, и мы хотим увидеть перемены. Мы не исключаем никаких вариантов и продолжаем стоять плечом к плечу с народом Южной Кореи, чтобы сохранить свободу и обеспечить достижение нашей цели – сокращение ядерного вооружения на корейском полуострове. Пенс неспроста посетил американскую военную базу вблизи демилитаризированной зоны между двумя корейскими государствами. Эта зона – заминированная полоса земли шириной 4 километра, обтянутая колючей проволокой, которая проходит через весь корейский полуостров. С обеих сторон – войска. Отец Пенса воевал в Корейской войне в 50-х годах. Именно в этом месте вице-президент еще раз напомнил – Дональд Трамп военную тактику обсуждать ни с кем не будет. Рассматриваются все варианты, в том числе размещение американского противоракетного комплекса в Южной Корее. А пока формально США ищут мирный выход из кризиса. И это напрямую зависит от Китая. Американцы надеются, что Поднебесная воспользуется рычагами влияния на КНДР, которые есть у Пекина. Тем временем позиция самого Китая остается неизменной. Поднебесная категорически против размещения на территории Южной Кореи американской системы ПВО. Китай не является инициатором ядерной проблемы Корейского полуострова. И он не является ключевой стороной в создании ядерной проблемы полуострова. Поэтому все заинтересованные стороны, особенно те, кто несет основную ответственность по этому вопросу, должны встретиться на полпути и прилагать совместные усилия. Северная Корея не перестает быть проблемой не только для Пентагона, но и для всех демократических государств. Ядерный арсенал Пхеньяна висит над миром домокловым мечом уже не одно десятилетие. Даниил Сниссор, Наталья Шимакова, подробности телеканал Интер. А бывшему президенту Южной Кореи Пак Кэнхэ прокуратура выдвинула обвинение. Напомню, ее сняли с должности в связи с громким коррупционным скандалом. Уголовное дело уже направили в суд. В числе обвинений, выдвинутых бывшей главе государства, взяточничество, злоупотребление полномочиями, незаконное давление на бизнес и разглашение гостайны. В декабре прошлого года Пак Кэнхэ объявили импичмент и с марта она находится в следственном изоляторе в пригороде Сеула. Судебный процесс должен начаться в ближайшие недели. На время слушаний Пак Кэнхэ останется под стражей. Жену президента Сирии Башара Асада Асму предлагают лишить гражданства Великобритании. С такой анисативой выступила группа британских депутатов. 41-летняя Асма Асад родилась и получила образование в Лондоне. У нее двойное сирийско-британское гражданство. В 2000-м она приехала в Сирию, где вышла замуж за Башара Асада. Асма ведет несколько аккаунтов в соцсетях, где всячески поддерживает действия супруга и критикует политику стран Запада. Британские депутаты заявили, если это будет продолжаться, примут меры. А именно направят официальное письмо в Министерство внутренних дел с просьбой лишить Асму Асад гражданства. В Великобританию завтра с визитом прибудет президент Украины по приглашению британского премьера, как сообщает пресс-служба главы государства. В программе визита встреча с Таразаймэй и членами ее кабинета, парламентариями и представителями британского бизнеса. А в Королевском институте международных отношений Четамхаус у Петра Порошенко запланировано выступление на тему битвы за Украину, где он расскажет о своем видении противодействия российской агрессии и укрепления европейской безопасности. В зоне АТО боевики продолжают обстреливать позиции наших бойцов. Используют в том числе и крупнокалиберные минометы. Всего сегодня зафиксировали 18 обстрелов. С начала апрельского перемирия это пока наименьшее количество атак. Подробнее наши корреспонденты. Солнечные предпасхальные дни на передовой под Авдеевкой сменились дождливыми. Передвигаться на позициях крайне сложно. Офицер с позиным Хама радуется. Прятаться бойцам теперь приходится не от вражеских пулей снарядов, а от дождя. По крайней мере последние сутки. На такие проверки наши бойцы уже не реагируют. С начала интенсивных зимне-весенних боев ребятам пришлось пережить не один массированный вражеский артиллерийский обстрел. Территория после взрывов усеяна воронками. Этот крест на позиции появился в честь павших побратимов. В 2015-м во время обстрела боевиков здесь погибли сразу восемь наших бойцов. Вражеские снаряды и мины летели сюда даже во время первоапрельского перемирия. Такая тишина редкость на этих позициях. На некоторых участках до противника не более сотни метров. А до пригорода оккупированного Донецка всего два километра. Из наших окопов его видно невооруженным глазом. Павел показывает хвостовик от вражеской мины. В ночь на Пасху она прилетела со стороны бывшего аэропорта. Павел попал на фронт по мобилизации. Остался на контракт до победы. Оно тебе треба, говорю мам, треба, потому что я пришел заради сына своего, мамы, брата, его дочек, захищать свою Украину, родную землю. Пока на позициях тихо, ребята стараются надежно окопаться. В долгосрочное перемирие не верят. Укрепляться и маскироваться нашим военным активно помогают всей Украиной. Этот бус с маскировочной сеткой и мешками для бойниц сегодня в Авдеевку приехал из Черкасс. Вячеслав подвозит помощь нашим солдатам каждую неделю. Говорит, чтобы обеспечить ребят всем необходимым, в тылу приходится работать круглосуточно. Но похоже, что режим тишины на фронте и сегодня оказался фикцией. Ближе к вечеру наемники снова начали обстрелы украинских позиций. Среди бойцов уже один раненый. Канада слышна даже в центре Авдеевки. Станислав Кухарчук, Вадим Ревун, Владимир Малахов. Подробности телеканал Интер. ФСБ России сегодня сообщило, что перекрыло, цитирую, крупный канал контрабанды оружия и взрывчатки из Евросоюза и Украины. Деталей немного. Якобы изъяли более 20 килограммов взрывчатки и 230 единиц оружия. А по делу проходит 54 человека. Но гражданами каких стран являются эти люди и взяты ли? Они под стражу? Пока неизвестно. Мы направили запросы в наше силовое ведомство с просьбой прокомментировать эту ситуацию, но ответа так и не получили. В аэропорту Борисполь пограничники задержали россиянку, которую разыскивал Интерпол по заявке России. 30-летнюю женщину обвиняют в причастности к ИГИЛ. В Украину она прибыла сегодня утром рейсом из Юрдании с четырьмя детьми. В нашей стране планировала получить статус беженки. Но в нас полиции говорят, россиянки, скорее всего, его не предоставят. Вскоре состоится суд, где будет принято решение о ее экстрадиции. В израильских тюрьмах более тысячи палестинских заключенных, причастных к терроризму, объявили голодовку. Они настаивают на улучшение условий содержания. Власти заявляют, что требования незаконны и на уступки не пойдут. В голодовке принимают участие примерно полторы тысячи палестинских заключенных. Все они бывшие боевики террористических организаций. Причина, по их словам, в невыносимых условиях содержания в израильских тюрьмах. Условия эти действительно в последнее время были ужесточены. Но только для тех, кто отбывает срок за терроризм и после серии нападений на израильтян. Во многих городах палестинской автономии прошли акции солидарности с участниками голодовки. Под общим названием «Мы все заключенные». Почти везде эти манифестации закончились столкновениями с израильскими военными. Арабы, которые проживают на территории Израиля, тоже присоединились к этой кампании. В городе Умульфахм, например, они разбили палаточный лагерь. Мы протестуем против израильской политики в отношении наших заключенных. Власти запрещают им свидания с родственниками, учиться в университетах и не разрешают смотреть телевидение. Кроме того, для них ограничили медицинскую помощь. Инициатор голодовки Маруан Баргути, самый, пожалуй, известный палестинский заключенный. Он бывший руководитель военизированной террористической группировки «Танзим», ответственной за многие теракты против израильтян. В 2002-м он был захвачен израильским спецназом. В 2004-м его признали в личной причастности к гибели израильских граждан и в организации терактов, после чего суд приговорил его к пяти пожизненным заключениям. Но в тюрьме он продолжает активную политическую деятельность, даже баллотировался на пост президента палестинской автономии. Теперь вот возглавляет голодовку. Власти говорят, что требования заключенных избыточные и абсурдные. Они, например, требуют увеличить число просматриваемых каналов телевидения, установить в камерах телефоны и даже привозить к ним родственников на свидания за счет израильского бюджета. Министр внутренней безопасности Гелат Эрдан заявил, что администрация тюрем никаких переговоров с террористами не ведет, ни на какие уступки им идти не собирается, а к участникам этой акции протеста будут применены меры дисциплинарного воздействия. Сергей Услендер, подробности Ближневосточное бюро, телеканала Интер. Чехия намерена отказаться от приема беженцев по квотам Европейского Союза. Страна должна принять 1600 человек, а приютила только 12. Теперь же, как заявил глава чешского МВД, Прага вообще хочет прекратить прием, несмотря на угрозу санкций со стороны ЕС. Украина ввела антидемпинговые пошлины против российских производителей на ближайшие 5 лет. Экспортеры из России теперь будут дополнительно платить почти 34%. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономики. Как отмечают в ведомстве, антидемпинговые меры будут способствовать развитию украинских предприятий. Кроме того, Киев проведет расследование в отношении импорта удобрений из России. Напомню, по данным отечественных производителей, почти 70% украинского рынка минеральных удобрений занимают именно российские поставки. Подробности сделали не один материал о закупках карбамида и аммиачной селитры у компании Еврохим. Предприятие уже 5 лет участвует в программе модернизации российской армии и флота. В частности, его селитра является основой для производства пороха. И тем не менее, при кабинете Ясунюка Еврохим успешно торговал с Украиной. А в прошлом году продал нам свои продукции на 5 миллиардов гривен. Теперь же, по итогам антидемпинговой проверки против российских производителей удобрения могут ввести дополнительные пошлины. Вы смотрите подробности и далее в нашей программе. Пили, ели и за руль, что грозит замначальнику патрульной полиции Днепра за вождение под шофе. Водные бои, как во Львове, отмечали традиционный поливальный понедельник. Пьяного маршрутчика, который устроил ДТП и потом сбежал с места происшествия, задержали патрульную в Николаеве. 52-летний водитель, видимо, хорошо отпраздновал Пасху и решил все же выйти на работу. Выезжая с парковки, протаранил легковой автомобиль, но решил не останавливаться и выехал на маршрут. Патрульные догнали и остановили его, когда в салоне уже было немало пассажиров. На водителя составили сразу три протокола за совершение ДТП, побег с места происшествия и вождение в нетрезвом виде. А в Днепре пьяным за руль сел замначальника патрульной полиции и попал в аварию вместе со своей спутницей. Все подробности знает Елена Миндалюк. Авария произошла за городом, недалеко от одной из баз отдыха. Водитель не справился с управлением. Шкода «Октавия» съехала с дороги и врезалась в дерево на обочине. Водителя и его пассажира, молодую девушку, увезли в больницу. Об их состоянии здоровья подробностям рассказал один активист. У девушки сотрясение мозга и перелом ключицы одной. А у водителя перелом двух ключиц и сломаны три ребра справа. Есть свидетели того, что водитель данного транспортного средства был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Водитель сейчас в реанимации. Как выяснилось, это временно исполняющая обязанности замначальника департамента патрульной полиции Днепра Максим Лагвиненко. Авто, на котором он попал в ДТП, оказалось служебным. Машина сейчас на штрафплощадке. В полиции произошедшее сегодня не комментируют. Ограничились только сообщением на официальной странице в Фейсбуке. То, что в автомобиле находился Максим Лагвиненко, не отрицает. Мол, сейчас идет служебная проверка. О ее результатах общественность проинформирует. А вот имени пострадавшей пассажирки не сообщает. Кто она? Рассказал правозащитник. То, что я знаю точно, она патрульная полиция Киева. Почти точно я знаю, что она переведена в патрульную полицию города Днепра. И на данный момент она официально проходит курсы повышения квалификации. Максим Лагвиненко работает в патрульной полиции Днепра чуть больше года. Ранее был на службе в полиции Киева. Активисты утверждают, и он, и его спутница были нетрезвые. Незадолго до аварии их видели на базе отдыха. Парочка веселилась, пила алкоголь. Уволят ли их с органов? Мы будем следить с этой ситуацией. Елена Миналюк, Евгений Конецов. Подробности, телеканал Интер, Днепр. Сделал замечание, получил удар ножом. В Ирпине этой ночью пострадал нацгвардеец. Как сообщают в полиции, около полуночи он выгуливал собаку и встретил слишком шумную компанию. Хотел приструнить дебоширов, но один из них взялся за нож. Сначала ударил пса, а потом и военнослужащего. Сейчас боец в реанимации. Саперы госслужбы по чрезвычайным ситуациям разминировали часть побережья Черного моря в Николаевской области. Водолазы и взрывотехники обследовали акваторию Кенбургской косы и острова Березань. Нашли 204 неразорвавшихся артснаряда времен Первой и Второй мировых войн. Спасатели говорят, море каждый год выносит из глубин к побережью сотни боеприпасов. И до начала туристического сезона их нужно ликвидировать. В этот раз операция длилась 5 дней. Все найденные снаряды вывезли и уничтожили на полигоне в Очаковском районе. В Португалии недалеко от супермаркета упал самолет. Это произошло в пригороде Лиссабона. Погибли четверо пилот и три пассажира. Других жертв удалось избежать, хотя легкомоторный борт упал прямо возле магазина. На месте работает полиция и спасатели. Очевидцы сообщают, что слышали несколько взрывов перед крушением. Химическая атака в Лондоне. 12 человек получили ожоги в результате воздействия пока не установленного токсического вещества. Произошло ЧП в ночном клубе. С подробностями наш британский корреспондент Светлана Чернецкая. Это произошло в разгар вечеринки в модном баре на северо-востоке Лондона. Вызов полиции поступил в час ночи. До того момента, как приехали правоохранители, 200 человек уже покинули помещение. Еще 400 тут же эвакуировали. Пока власти не сообщают, что же произошло в клубе. Главная версия – бытовой конфликт. В здании поспорили двое мужчин. Один из них распылил неизвестное вещество. Ожоги получили 12 человек. Двое из них в тяжелом состоянии, но их жизни вне опасности. Все пострадавшие – молодые люди в возрасте около 20 лет. Этот клуб в Далстане довольно популярен. В нем играют известные диджеи. К тому же сегодня в стране выходной, поэтому посетителей было много. Ночью эта улица напоминала сцену из фильма. Ее перекрыли, повсюду сновали люди в костюмах химзащиты. Скотланд-Ярд до сих пор не знает, что за токсичное вещество распылили в клубе. И пока никого не арестовали в связи с инцидентом. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности – Британское бюро телеканала «Интер». Пожар оставил без школы село Слобитком в Острожском районе Ривнанской области. Уцелели только стены. О возгорании стало известно в 9 часов утра. Когда по вызову приехали спасатели, огонь охватил всю крышу здания и успел проникнуть в помещение. Тушили пожар больше 4 часов. На помощь ривнанским спасателям прибыли коллеги из Хмельницкой области. Одноэтажное здание выгорело полностью со всем имуществом и мебелью. Учеников придется перевезти в другие школы района. Сумму убытков еще подсчитывают. Беларусь на Пасху накрыла снегом. В некоторых населенных пунктах высота снежного покрова достигала 12 сантиметров. На улицы белорусские власти вывели десятки единиц техники. Расчищать дороги помогают и местные жители. Синоптики же прогнозируют, мокрый снег будет идти еще несколько дней. Пасху в этом году праздновали одновременно все христианские конфессии. В Украине делали это по-разному. Во Львове прошли массовые гуляния и казацкие забавы. А в Одессе угощали блюдами греческой кухни. Подробнее в следующем материале. В Киеве Пасху, кроме православных, праздновали тысячи верующих разных конфессий. В храмы с традиционными куличами и крашенками спешили греко-католики. Великая-великая события для всех христиан. Поэтому с нетерпением спешу в церковь, чтобы разделить эту прекрасную событию. Отмечали светлый праздник и Рима католики. Больше всего прихожан собралось в костюле Святого Александра, в самом старом католическом соборе Киева. А вот во Львове сотни горожан разных конфессий пришли на традиционные пасхальные игры и казацкие забавы. Многие в народных костюмах. Люди пели, угощались традиционными блюдами, а еще мерялись ловкостью и удалью. И даже боролись. Это очень популярная игра «Стенка на стенку», но среди хлопчиков, когда собираются лава на лаву. Хлопцы еще любили играть в такие игры, которые показывали их силу, силу, силу и витримку. И вот тут хлопчики будут демонструвать такую человечную игру народную, которая называется «Лава на лаву». Хлопцы ставали двумя лавами и потом с криком «Лава на лаву» рушали одни на одного. И чья лава отсунула иншу лаву, то те хлопцы и добывали перемогу. Необычно праздновали Пасху в Одессе. В центре города, на Греческой площади, праздник отметили по старым греческим обычаям. Таким образом, организаторы на примере мероприятия показывали, как много общего у разных христианских народов. Не только грецкий, не только украинский, не только вулгарь, все православные в мире, 97% мы одинаково празднуем эту праздник. Поэтому для всех людей желаю здоровья и мир. На Пасху у греков принято накрывать столы прямо на улицах и угощать соседей различными яствами. Что в Одессе и сделали. Сочное мясо и огня джарили прямо на вертелах. Были и традиционные средиземноморские салаты. Сегодня мы угощаем баранины и салат греческий. Как охотно, люди? Как видите, очень охотно. Такую Пасху по-гречески в Одессе отмечают второй год подряд. Организаторы, говорят, собираются и в дальнейшем следовать этой традиции. Руслан Смещук, Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности, телеканал Интер. Сегодня же во Львове водные баталии. В городе традиционно отмечают так называемый поливальный понедельник. Сухой из воды даже не пыталась выйти Галина Якушко. Несмотря на прохладную погоду, во Львове сегодня 10 градусов выше нуля. На водные бои в честь поливального понедельника возле радуши собрались несколько десятков смельчаков. Мне не холодно, мне завжди горячо. Я закаленный человек. Я люблю готовиться. Каждый, кто быстрее приходит, кто быстрее оздоровляется. Еще сам раненький, самую годину я уже был поплитый. Одетый в дождевики и теплые куртки, каждый со своим поливальным оружием, пистолетами, пластиковыми бутылками. Да и ресурса предостаточно. На площадь рынок подвели специальные шланги и непрерывно подают воду. Что ты сегодня принесешь? Бутылка, я знаю, больше ничего не треба. Даже фонтан Нептуна заработал в необычном режиме. Сруи воды из него выплескивались наружу. А чтобы наверняка никто не остался сухим, при входе на площадь поставили водяные ворота. Супер, просто супер. Вот мой брат хочет. Так, это очень круто. Как это нужно делать? Очень круто. Очень круто. А холодно? Холодно. Мы с Криворогом. У нас такого нет. Это точно. Мы первый раз. Интересно, если бы немножечко потеплее было бы, сами пошли. А как привезете всю традицию до себя? Расскажем. Фотографировали. Постараемся. Наши предки верили. Вода в понедельник после Пасхи смывает все грехи. И потому ее для прохожих не жалеют. Мне нравится проводить каждый век, обливать людей, веселиться и чувствовать сильные эмоции. Существует и еще одно поверье. Раньше верили, если в этот день незамужняя девушка обольют водой, то она скоро выйдет замуж. В прошлом меня облили, но, видимо, мало. Папиных надежд не оправдала, замуж пока не вышла. В этом году удвоим усилия. Из-за прохладной погоды желающих промокнуть и испытать, действительно ли работают приметы поливального понедельника, было гораздо меньше, чем в прошлом году. Наверное, и свадеб в 2017-м, по крайней мере, во Львове, будет не так много. Грины и кошки Юрий Голубенко. Подробности телеканал Интер Львов. Как в Британии борются с дронами-контрабандистами, во сколько оценили любовное письмо Эрнеста Хемингуэя к Марлен Дитриху, и как Туркменистан планируют очистить от курильщиков. Об этом и не только в нашем международном обзоре. В Британии борются с дронами, доставляющими контрабанду в тюрьмы. Полиция и тюремное начальство будут обмениваться информацией, чтобы вместе вычислять людей, запускающих такие беспилотники. Квадрокоптеры просты в управлении и стоят относительно дешево. С их помощью заключенным нелегально доставляются наркотики, оружие, мобильные телефоны и инструменты. Ранее уже были арестованы два человека. Их приговорили к тюремным срокам за попытку доставить в тюрьмы Хартфорд, Широсафолка и Кента контрабандные товары на сумму около 60 тысяч долларов. Письмо, в котором Эрнест Хемингуэй признается в любви к актрисе Марлен Дитрих, выставлено на аукцион. Лот оценили в 30 тысяч долларов и продадут с молотка в аукционной галерее СВАН в Нью-Йорке 4 мая. Хемингуэй отправил письмо Дитрих в августе 1952 с Кубы, где тогда жил. За год до этого Марлен призналась, что хранит фотографию Эрнеста у изголовья. Письмо подписано «С любовью, мистер Папа». Позже Хемингуэй объяснил, они стали жертвами неодновременной страсти. В музей Чарли Чаплина в Швейцарии нагрянула толпа поклонников в образе знаменитого комика. 662 почитателя актера установили мировой рекорд за самое многочисленное официальное собрание для группового фото. Средь участников – та же дети. Все соблюдали дресс-код, черный смокинг, ботинки, котелок, трость и накладные характерные усики. Как утверждают участники флэш-моба, раньше их собиралось даже больше. Но они не считали нужным официально регистрировать рекорд. Посольство США в Лондоне по подозрению в терроризме вызвали трехмесячного ребенка. Как оказалось, дедушка мальчика допустил ошибку в визовой анкете. Отвечая на вопрос, намерены ли вы заниматься террористической деятельностью, шпионажем, саботажем, геноцидом или когда-то уже занимались подобным, 62-летний Пол Кеннин написал «да», вместо «нет». Дедушка узнал об ошибке после того, как его внуку отказали в поездке. Малыша везли в отпуск во Флориду. Вместо этого ребенка забрали из дома в Пойнтоне графства Чешир в посольство в Лондоне. Там и допросили. Правда, непонятно, каким образом это происходило. Визовая путаница обошлась семье в 3000 фунтов. В Туркменистане в 2025 году не будет курильщиков. Специальную национальную программу утвердил лично президент Гурбан Гулы Берды Мухамедов. Программа, нацелена на борьбу с табакокурением, призвана обеспечить популяризацию здорового образа жизни и сделать Туркменистан свободным от табака. Отмечается, что страна занимает лидирующие позиции в мире по вопросу борьбы с табакокурением. Является образцовым примером для других государств и активно развивает сотрудничество со Всемирной организацией здоровья. На юге Аргентины нашли яйца динозавров. Находку обнаружил местный пастух и сразу же передал ее ученым. В середине яиц выявили эмбрионы динозавров, которые неплохо сохранились. Исследователям даже удалось сделать анализ эмбриональной кожи и зубов доисторических животных. Для Аргентины подобные находки события, обыденные 70-80 миллионов лет назад, на этих территориях существовали болота. Потом же в результате активности вулканов лава как будто бы законсервировала образцы до исторической флоры и фауны. Не только шоколадные зайцы, но и шоколадное пиво. Бельгийские кондитеры решили удовлетворить любой каприз клиента. В работу запустили 3D принтер, который печатает шоколад. Как это работает и какие формы заказывают, расскажет Елена Абрамович. Шоколад – визитная карточка Бельгии. Именно тут когда-то открыли первую в Европе фармацевтическую, кондитерскую. Тогда еще шоколад считался лекарством. Да и сейчас его часто называют пилюлей счастья. И чего только не придумают, дабы счастливить клиента. На этой мини-фабрике готовы исполнить любой каприз. А помогает в этом 3D принтер. Слой за слоем, толщиной не более 0,2 мм, он выкладывает шоколад в заданную форму. Красиво и вкусно, говорят учредители производства под названием «Ням-фабрика». Мы работали над этим методом в течение двух лет в лаборатории Льежского университета. А 4 месяца назад запустили наш стартап – вот эту «Ням-фабрику», чтобы дать возможность клиентам заказать персонализированный продукт – шоколад такой формы, какой им хочется. Процесс печати занимает от 10 минут до 3 часов. Зависит от сложности формы. Максимальная высота – 20 см. Заказывают шоколадные яйца, зайцев и даже пивные бутылки. Бельгия славится своим пивом и шоколадом. Это 100% по-бельгийски. Пиво, шоколад и картошка фри, уточняют местные туристы. Из шоколада они готовы съесть что угодно. Я бы фигурку аквалангиста заказал. Это мое хобби, как и есть шоколад. Мне интересно, было бы куб шоколадный сделать и положить подарок внутрь. Ну а для тех, кто не гонится за креативом, бельгийские кондитеры заполнили витрины магазинов изделиями не менее изысканных форм. Елена Абрамович, Евгений Каминский. Подробности Брюссель, Европейское бюро телеканала Интер. Больше новостей на нашем сайте, подробности ЮЭЙ. Я желаю вам хорошего вечера. Увидимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова